С вами Рик Реннер. Сегодня я в Москве стою перед прекрасным памятником, в честь людей, погибших в минувшие годы от рук злонамеренных правителей. Имена этих людей нам неизвестны, и в этом суть памятника. Просто люди, просто лица реальных людей, многих людей, неизвестных, которых никто не помнит. Все они стали жертвами деспотических режимов. Этих людей бросали в тюрьмы, лишали имущества, расстреливали. В точности, как написано в Иоанна 10.10. Иисус сказал, враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Погибель. Вот что выпало на долю этих людей. И памятник постоянно напоминает нам о них. Людях, погибших при античеловечных режимах. А дьявол только этим и занимается. Иисус сказал, в Иоанна 10.10. Враг приходит, чтобы украсть, чтобы убить, чтобы погубить. Он хочет этим заниматься. Хочет найти дверцу в вашу жизнь. И нанести вам поражение, смертельное поражение. Но вы можете ему противостоять и не дать ни единого шанса взять под свой контроль ваши личные дела. Об этом я и хочу поговорить сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Ремером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Сегодня мы поговорим о дьяволе. Признаться честно, я не люблю о нем говорить. Да из чего мне любить эту тему? Но у нас больше власти, чем у него. И нам нужно о нем знать, потому что в Библии о нем говорится много. Но у нас с вами больше власти, чем у него. У нас есть Божье Слово, есть Имя Иисуса. И мы можем загнать сатану к себе под ноги. Единственное упоминание о дьяволе, в послании римлянам, в 16 главе, в последней главе послания, звучит, как завершающий аккорд, римлянам, 16-20. «Бог же мира сокрушит сатану под вашими ногами вскоре». Во всем послании римлянам, полном истин, где упоминаются все важные доктрины, это единственное упоминание о дьяволе, его место под нашими ногами, так и есть. Он под нашими ногами. Так и есть. Благодаря подвигу Иисуса на кресте. Благодаря тому, что Он воскрес. Но тем не менее, дьявол все еще активен, он действует, и мы поняли с 1 Петра 5 главы 8 стиха, он противник. Слово противник, греческое слово «антидикос», описывает прокурора, обвинителя, который ищет доказательства правонарушения, лазейку, тот случай, когда мы нарушили закон или принцип. И на основании этого правонарушения, преступления, он проникает в жизнь. Поэтому в 1 Петра 5 главе 8 стихе Петр пишет, «Трезвитесь, будьте уравновешенными, мыслите четко, не как глупый пьяница, не теряйте самообладание, будьте начеку и наготове, бодрствуйте». Слово «бодрствуйте» означает «построите защитную стену», в состоянии повышенной готовности, сделайте все возможное, чтобы не подпустить близко к себе вражеские внешние силы. Потому что, потому что, противник ваш. О, как хочется перейти к теме. Но прежде расскажу о нашем предложении. Это цикл о том, как не впустить дьявола в свою жизнь. В нем 10 частей, включающих материалы данных передач, а также учебное пособие замечательного содержания. Его можно использовать для личного роста, для совместного изучения с кем-то в домашней группе, узнать все греческие слова и принципы, упомянутые в этом цикле. Чудесное учение. Вам нужно научиться применять духовное оружие для победы над врагом. Помните, дьявол реален и его задача сбить вас с пути к вашему предназначению. По этой причине Бог снарядил вас духовным арсеналом и учит вас его применять. С таким вооружением вы способны контратаковать и пресекать любые попытки дьявола обмануть вас. В этом материале изучается природа нашего врага и суть духовного всеоружия для победы во всех сферах. И сегодня я зачитаю из своей книги о духовном оружии для победы над врагом. Мы разберем само слово «дьявол», кем был дьявол, что в Библии говорится о нем. Повторю, мне не хочется уделять ему много времени, но он реален, он реален, и нам нужно мыслить ясно, поступать правильно и благоразумно, или он получит шанс добраться до нас. Помню, как однажды, много лет назад, в Москву приехали Кеннет и Глория Коупленд. В машине, по дороге из аэропорта, Кеннет Коупленд сидел прямо за мной. Я решил не пристегиваться ремнем безопасности, потому что в те годы в Москве их использование еще не было обязательным. Мы направлялись в гостиницу, и вдруг мой ремень безопасности прошелся по моей груди, плотно сжал ее, а пряжка щелкнула в замке, и я понял, кто это сделал. Это был брат Кеннет Коупленд. Он настоял на том, чтобы я пристегнулся. И я ему сказал, «Брат Коупленд, такого закона здесь нет, можно не пристегиваться». На что он сказал в свойственной ему манере, которую ни с чем не спутаешь. Он сказал, «Дело не в законе, дело в голове». Голова должна работать. С тех пор я всегда пристегиваюсь сам. Дело в голове. Для чего нужен ремень безопасности? Для профилактики, для нашей защиты. Словом бодрствуйте, Петр побуждает нас к превентивным мерам. Он велит нам не бояться дьявола, а включать голову и делать все, что требуется, чтобы дьявол не прокрался в нашу жизнь. Я вновь хочу прочитать 1 Петра, 5 главу, 8 стих. И я прочитаю из своей пояснительной интерпретации греческого. Синодальный перевод звучит так. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот как можно прочесть этот стих буквально. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что дьявол, подобно обвиняющему юристу, ищет какую-нибудь лазейку в вашей жизни, какое-то духовное правонарушение, случай, когда вы нарушили какой-то духовный закон. И, подобно обвиняющей стороне в суде, он будет использовать это доказательство вашего нарушения, чтобы преследовать вас до полного вашего поражения». Глубоко. Мы понимаем, что дьявол мыслит и действует как обвинитель. Он ищет, где вы нарушили закон. Он ищет, где и что вы сделали неправильно, какой духовный закон приступили. И через это он непременно проникнет в вашу жизнь и попытается нанести удар, чтобы сбить вас с ног. Например, вы навредили своему здоровью, не следили за собой, небрежностью и недолжным отношением к своему организму. Вы сами дали дьяволу повод для атаки. И он атакует вас в этой области. Или, может, проводили мало времени с супругой. И теперь вы словно корабли в океане. Вы негодуете из-за вмешательства дьявола в ваш брак со всеми последствиями. Но у дьявола нет прав на это вмешательство, если только вы сами не дали ему повода и шанса вклиниться между вами. Список примеров можно продолжать долго. У дьявола нет прав касаться нас. Мы — божьи дети. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И если мы сами не дадим дьяволу возможности проникнуть в нашу жизнь, то он не сможет этого сделать. Разберите свою жизнь. Посмотрите на нее. Поразмышляйте о своих неудачах. И вы обнаружите, что причиной большинства из них оказались какие-то неправильные действия с вашей стороны. Вы чего-то не сделали или нарушили духовный принцип. И через эти упущения дьявол проникает внутрь. Все очень просто. Теперь же попросите прощения. Призовите кровь Иисуса. И Бог удалит ваше преступление. И когда дьявол пытается обвинить вас словами, «Ну что ж, ты опять натворил!» И потом заслужил все свои проблемы сам. Не спорьте с дьяволом, а вспомните слова Иисуса. И Иисус сказал, «Примирись с соперником быстро». Порой, иногда лучше просто согласиться с дьяволом и сказать, «Ты прав. Было дело. Я наломал дров». Однако я в этом признался, исповедовал, и кровь Иисуса это смыло. И то, что я натворил когда-то, сегодня уже не имеет значения и не имеет ко мне отношения. «Ты прав. Я был таким. Как ты говоришь, я так и жил. Но сегодня я другой и живу по-новому. Прошлое не касается меня, дьявол. Противостаньте Ему, и Он убежит от вас. Это гарантирует нам Божье Слово». А сегодня я предлагаю исследовать следующие слова Петра в 1 Петра, 5 главе, 8 стихе. Он пишет, «Презвитесь, бодрствуйте, потому что ваш противник, антидикос, обвинитель». И затем Петр называет его словом «дьявол». Дьявол. Ока. А что говорится о дьяволе в Библии? Я зачитаю из своей книги о духовном оружии для победы над врагом. Все богословы Церкви в прошлом и настоящем соглашаются с тем, что у нас есть противник, ненавидящий Евангелие нас. Доступ к жизни христианина дьявол получает преимущественно из-за небрежности самого христианина. Дьявол проскальзывает сквозь лазейку в жизненной области, не обновленной и непосвященной Богу, через нарушения, и затем начинает вести свою губительную деятельность в жизни человека. Вместо того, чтобы спрятаться от врага, следует обратить взор на Писание, чтобы понять, что о дьяволе говорит Бог. При чтении Писаний вы обнаружите, что у дьявола есть 17 описательных имен. В частности, он назван Абадоном. Он также назван Обвинителем. Назван Противником. Ангелом Света. Аполлионом. Вильзевулом. Вилиалом. Его имя Дьявол, Дракон, Лукавый. И Иисус назвал его Человека-убийцей и Князем этого мира. Он назван Князем Бесовским, Князем, господствующим в воздухе, рыкающим львом. Он назван Сатаной и Змеем. Просто поразительно. Давайте по порядку исследуем все эти имена. Я зачитаю прямо из своего материала. Здесь написаны очень интересные и важные вещи. Из 17 имен, символов и образов, приписываемых Сатане, 2 указывают на его ненасытимое желание разрушать. Имена Авадон и Аполлион встречаются для характеристики дьявола в Откровении 9.11. Имя Авадон — это еврейский аналог греческого имени Аполлион. И оба они значат «разрушать». В отношении к Сатане в Откровении 9.11 говорится, «Царем над собой она имела ангела бездны, и имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион». Можно быть уверенным, что демонические духи, над которыми правит Сатана, обладают теми же разрушительными качествами, что и их повелитель. И действуют они по указаниям Сатаны, который направляет их на дело разрушения. Вот значение имен Авадон и Аполлион. А что значит имя Вильзевул? О, это очень интересно. Изначально имя Вильзевул в Ветхом Завете использовали филистимляне для описания Акаронского божества, что буквально означало «повелитель мух». На языке происхождения говорили «Баал-зибуб», но со временем евреи изменили произношение этого имени на «Вильзевул», чем лишь сильнее подчеркнули уже имевшееся ужасное значение этого имени дьявола. Новое имя – «Вильзевул» – «повелитель навозной кучи» или «повелитель навоза». Просто поразительно. В этих именах представлены два ужасных символа Сатаны. Во-первых, он – «Баал-зибуб», «повелитель мух». Почему это важно? Этим именем рисуется четкий образ Сатаны, который умело маскируется как господин нечистых духов. Очевидно, филистимляне рассматривали нечистых духов так же, как любой другой человек относится к противным грязным мухам, которые кусают, изводят и раздражают людей. А во-вторых, его зовут «Вильзевул» – «повелитель навоза». Видоизменив это конкретное имя Сатаны, евреи раскрыли очень важное качество дьявола. Как противные назойливые мухи, самого дьявола, его нечистых духов привлекает навоз, то есть обстановка, которая изобилует что-то отвратительное, тлетворные плотские проявления. И в такой обстановке Сатана процветает сильнее всего. И если вы живете по плоти, то ваш плотский образ жизни будет источать зловоние, которое привлечет демонических духов. Еще одно имя – «Вилиал». Имя «Вилиал» греческого происхождения означает «никчемный», «никчемный». В Ветхом и Новом Заветах оно указывает на что-то скверное и откровенно нечестивое, и это подтверждает, что Сатана – скверное и нечестивое существо. Еще его зовут «драконом». Слово «дракон» встречается в Откровении 12.9 для описания дьявола. Читаем. «И низвержен был великий дракон, древний зми, называемый дьяволом и сатаною». Из этого стиха мы понимаем, что слова «дракон» и «змей» являются взаимозаменяемыми и относятся к сатане, его извращенной падшей природе. Приведя оба этих образа, Библия представляет дьявола как смертоносное ядовитое существо, готовое напасть и убить в любую минуту. В дьяволе нет ничего хорошего. Иисус назвал его «лукавый». В Матфея 6 главе 13 стихе записаны слова молитвы Иисуса, так называемой «Господней молитвой». Иисус молился, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. В греческом буквально «от лукавого существа». Из этого мы понимаем, что Господь Иисус считал дьявола «лукавым». Лучше всех сатану знает Иисус, и нам важно знать, что Иисус назвал его «лукавым». Иисус также назвал его «человек-убийцей». Это в Иоанна, 8 главе и 44 стихе. Иисус говорит, что сатана был «человек-убийцей» от начала. Природа, сатаны как убийцы, впервые проявила себя в Бытии 4 главе 8 стихе, когда он настроил Каину убить брата своего Абеля, склонный к убийствам, сатана подтолкнул Ирода отдать приказ на убийство всех младенцев в Вифлееме. Кровожадная природа сатаны продолжала проявляться в гибели миллионов раннехристианских мучеников, и по сей день там, где царит несправедливость, растет и количество убийств. Человек-убийство — это черта извращенного характера сатаны. Он также назван «князем этого мира». Назвав сатану «князем этого мира», даже Иисус признал его временную власть над некоторыми сферами земного измерения. Как мы помним, во время сорокадневного поста Иисуса в пустыне сатана лично предложил ему земные царства. Но Иисус противостоял дьяволу, и этот противник убежал. Но Иисус признавал, что сатана обладал временными полномочиями. Он был «князем этого мира». В Матфея 9.34 Иисус назвал сатану «князем бесовским». Его имя — «князь бесовский». Слово «князь» — это перевод греческого слова «аркантос», которое указывает на первенство или на того, кто занимает высшее положение во властных структурах. Звание «князь бесовский» определенно указывает на то, что сатана занимает высшее положение среди всего множества дьявольских духов. Слово «князь» говорит о наличии системы чинов, о какой-то организованной системе управления в сатанинском царстве. Он также назван «князь, господствующий в воздухе». Это в Ефесянам, глава 2, стих 2. Все то же слово «аркантос» — «князь, указывающая на лицо, занимающая высшее положение во власти». Это полностью соответствует Ефесянам 6.12, где говорится, что под управлением сатаны находятся повелители разных уровней и степеней власти. Например, начальство власти, мироправитель и тьмы века сего, духи злобы поднебесной. И среди всех этих властителей темных сил дьявол главенствует. А из 1 Петра 5 главы и 8 стиха мы уже увидели, что Петр называет его противником, что означает «юрист, обвиняющий стороны». Обвинитель. Это очень важно. Тот же Петр называет его «рычащим львом». Вот это да. Какой ужас и страх пробуждает в сердцах людей мощный львиный рык. Однако в случае с дьяволом его рык кажется гораздо страшнее, чем его укус. Колоссянам 2.15 торжественно заявляет, что Иисус отнял силу начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Посредством креста и воскресения Иисус разоружил бесовские структуры, лишив их полномочий, которыми они когда-то обладали. Однако это не помешало сатане издавать страшные звуки. Он по-прежнему атакует наш разум, привирая о нашем поражении, сочиняя небылицы о необоснованных страхах в нашей душе и непрестанно забрасывая нас мыслями. Сатана стремится загнать нас в пораженческое настроение. Нескончаемое рычание в нашей душе — это не более чем еще одна попытка противника утомить, измотать нас, а затем проглотить. Вот как. Библия также называет его «ангелом света». Это имя встречается во 2 Коринфянам 11.14, где Павел пишет, «Сам сатана принимает вид ангела света». Это имя представляет нам еще один яркий образ этого мастера манипуляции с разумом. Сатана маскируется под видом того, кем вовсе не является. Он выставляет себя как ангел света. И, наконец, его зовут дьяволом. Имя «дьявол» — это перевод греческого слова «диаболос», состоящего из слов «диа» и «болос», где «диа» означает «сквозь» и указывает на проникновение, а «болос» — производное от балла, что означает «я бросаю». Например, «бросаю мяч или камень». При составлении этих частей воедино, полученное слово указывает на многократные броски меча или камня о какой-то предмет, пока камень не пробьет преграду и не вылетит с другой стороны. В имени «дьявол» мы не только слышим имя собственное нашего врага, но и видим тактику его действий. Его имя означает «тот, кто непрестанно снова и снова бьет в одну и ту же точку, бьет в стену людского разума, раз за разумом, вновь и вновь, пока, наконец, не пробьет стену и не проникнет внутрь разума, в жизнь». Его зовут Сатана. Этот противник Бога и людей называется Сатаной, от еврейского «шатана», что означает «ненавидеть и обвинять». В Ветхом Новом Завете это имя встречается свыше 50 раз. В частности, он назван «клеветник». В себе оно несет значение клевета и ложные обвинения. Именно об этом главном враге, которого мы характеризуем, Павел написал Ефесянам и призвал их 6 главе 11 стихе «надеть на себя Божье всеоружие». И в заключении, нам нельзя забывать, что условия для победы в духовной войне – это жизнь, посвященная Богу. Если эти сферы нашей жизни, любые жизненные сферы, остаются без присмотра, послушания и посвящения Богу, «если мы оставили явную лазейку, сатана ее отыщет и провернет в нашей жизни свои адские махинации». И никакими криками, воплями, топтанием ногами, визгами и ругательствами на дьявола не добиться ровным счетом ничего, если при этом мы осознанно или по небрежности оставили какую-то сферу своей жизни без присмотра и защиты. «Недостаток посвящения и нарушения открывают дверь, через которую дьявол уверенно атакует нас». Просто удивительно. Вы услышали много информации. Надеюсь, это не просто информация, а откровение для вас. Вот почему я рекомендую вам скачать эти аудио-проповеди. Этот материал насыщен ценным учением, которое преобразит вашу жизнь. Библия полностью раскрывает нашего противника. Какой правитель не станет изучать своего противника? Тот правитель, что скажет «мне все равно, кто мой противник, мне незачем о нем знать» — это глупый правитель. Если вы хотите жить под защитой, поступайте благоразумно. «Примите профилактические, превентивные меры». Как Кеннет Коупленд пристегнул меня в машине, моим же ремнем, а я сказал «да ладно, здесь можно не пристегиваться». А он ответил «дело не в законе, а в голове голову нужно использовать». Дело не в том, что я боюсь ездить, а в том, что голова понимает «нужно пристегиваться». В жизни все бывает. А когда пристегиваешься, можно будет избежать самого страшного. В том же духе Петр в первом послании, пятой главе, в восьмом стихе просит «трезвитесь» на греческом «нифо». Будьте бдительны. Защищайте себя. Мыслите четко, а не как пьяные глупцы. Бодрствуйте. Будьте наготове. Почему? Потому что вокруг бродит противник и хочет проникнуть к вам. Ваш противник, на греческом «антидикос», обвинитель, ищет лазейку, выискивает, где ваша голова не работала, где вы ошиблись, где нарушили духовный закон или духовный принцип, где своим неверным поступком вы открыли дверь, через которую он сразу же проберется в вашу жизнь. А как только он окажется на вашей территории, что случится? Он будет действовать как дьявол. Эти семнадцать имен, мы их сегодня прочитали. Да уж. Не мудрено, что в Библии так много говорится об этом главном враге, предупреждая нас трезвиться и бодрствовать. Да, никто не знает дьявола лучше, чем Иисус. Никто. Иисус знал его с самого начала. Знал его очень хорошо. И в Иоанна 10.10 Иисус произнес такие слова. Вор приходит «украсть», «убить» и «погубить». Что же на самом деле значат эти слова «украсть», «убить», «погубить»? В этих словах — глубина Божьего Откровения. Когда вы поймете эти слова, данный стих откроется вам совершенно по-новому. Об этом мы и поговорим в следующей программе. Мы продолжим через минуту. Вы чувствуете, что находитесь под атакой. В ваших отношениях, финансах, здоровье. Библия говорит, что дьявол приходит «украсть», «убить» и «погубить». Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Не позвольте дьяволу проникнуть в вашу жизнь, и вы сможете одержать победу в каждой сфере. Из этой серии аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно серию аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» на сайте ignc.org. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Благая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми — просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста. А после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт igc.org. Помогая нам, вы помогаете другим. Мне очень приятно общаться с вами через эти программы. Открывать Божье Слово и вместе с вами путешествовать по Писанию. Толковать греческий оригинал Нового Завета и раскрывать принципы, от которых зависит наша жизнь. По этой причине я рекомендую вам цикл «Как не впустить дьявола в свою жизнь». В нем материал из этих передач и учебное пособие, в котором приводятся все слова на греческом, а также принципы, которые раскрываются в наших передачах. Друзья, прошу вас, построите вокруг себя стену, чтобы оградить себя от нападения дьявола. Вот о чем этот цикл «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Содержание данного аудиоцикла гласит, как построить вокруг себя защитную стену. Ведь вы хотите быть защищенными. Защитить себя, своих детей. Вам не надоело, что ваши финансы постоянно под ударом? Как пересмотреть материальные решения, как построить вокруг себя надежную стену, чтобы защитить свои средства. Данный цикл преобразит вас и даст вам большее понимание об арсенале, которым вы можете прогнать дьявола со своей личной территории. Бог желает, чтобы вы отразили натиски врага дарованным оружием и одержали победу. В следующий раз мы поговорим о Евангелии от Иоанна 10.10. Вор приходит «украсть, убить и погубить». Что означают эти слова? «Украсть, убить и погубить». Думаю, когда вы услышите значение этих слов в оригинале, вас это изумит. Их смысл гораздо глубже, шире и серьезнее, чем вам казалось. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса я осуждаю дела сатаны. Осуждаю каждое нападение. Приказываю тебе ослабить хватку вокруг моего друга. Прекрати во имя Иисуса. Пусть сила Святого Духа восстановит в его жизни все, что было нарушено. Аминь. Помните, Экклесиаста 8.4, где слово Царя, там власть. И пусть сегодня в вашей жизни явится власть Божьего Слова. Увидимся. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова